С гордыней есть несколько, вот три метода, то, что я нашёл, то, что у меня сработало, на чём я за вот эти 8 лет изыскания, это вот первое принижение. То есть, когда ты думаешь, что ты крутой, должен идти человек или ты сам себя, тебя должны зачмырить. То есть, я крутой, да ты чмо последнее, короче, и тебя вот финально. У Алишера Алибаева был тренинг, называется «Ты говно, что ли?» Это он давно проводил. И там весь смысл в том, что ты встаёшь, представляешься, говоришь, меня зовут Арт, я этим занимаюсь, и он тебе чмурит, короче, лет 15. И так всех по очереди. Я думал, если он до меня дойдёт, как я сдержусь, чтобы его не ударили. Он такие слова находил тогда. «Не знаю человека». Да. То есть, основная задача – тебя принесить. Это вот по гордыне. Но, знаете, очень тонкая грань между гордыней, вот когда тебя гордыню сбивают, спесь вот эту твою, и потом заниженная самооценка, когда появляется. И поймать вот этот баланс очень тяжело. Ты можешь себя зачмырить так, чтобы потом вообще ничего делать никогда не будешь. Поэтому он очень такой опасный. То есть, унижение, да? Унижение. Второе – это более такой осознанный случай. Вот это уровень сознания такой, может, чуть пониже, да? Второй метод, он я нашёл. Короче, к своим машинам уже все так очень относимся, особенно мужики, очень вот этот. И у меня первый автомобиль, я там еду, припарковал машину, зашёл в магазин, а Алматы же горе стоит, я выхожу, и на мою машину скатилась другая. Воды попил. Я выхожу, там, ну, я же знаю, эмоциональные блоки, нельзя нервничать. А это твой автомобиль же, ты трёх. Я стою, и вы сейчас отдаёте дорого, или вы делаете так, чтобы меня это не касалось? Они говорят, мы сделаем так, чтобы нас это не касалось. Ну, тебя не касалось, это хорошо. Они говорят, завтра утром, там, они что-то созвонились с кем-то из СОО, вот такой, ну, не дай адрес, я уехал. Договорились на 10 утра, в 10 утра приезжаю, они говорят, я выхожу из машины, и они не орут на меня. Как так можно, что вы себе там, ну, короче, а если бы там что-то... Я говорю, что случилось? Телефон свой не оставил, наш телефон не взял, техпаспорт не взял, ничего не попросил, сел, уехал, а если бы мы тебя кинули? Я говорю, знаешь, если бы меня кинули, я бы поехал на работу, и ваше вот это говно бы не слушал бы. Они вот так, загоняем машину, мы загнали машину на стол, и он говорит, давай я тебя на работу отвезу. Вези, и он меня до работы, и он все извиняется по дороге. Я говорю, ты знаешь, ты не извиняйся, потому что, ну, нормально же ты делаешь, ну, какие вопросы? Короче, пока делали машину, он меня возил домой и на работу, обратно. Он утром приезжал за мной, отвозил на работу, и вечером отвозил потом. Я говорю, не надо, я на такси поезжу. Он говорит, нет, я тебя буду возить. И каждый раз он извинялся каждую поездку. Я говорю, ты знаешь, вот я говорю, вот ситуацию думал, ты можешь не извиняться, вообще-то, я думаю, ты не виноват. Он так, как это не виноват? Я говорю, я масло хотел в коробке передач поменять уже два месяца. Масло ввожу, времени нет. Я говорю, и вот ты на меня скатился, теперь мне масло поменяют в коробке. Он вот так, а я хотел ручник два месяца сделать. У него ручник сорвался, он на меня скатился. Я говорю, ну вот видишь, никто не виноват. Единственное то, что ты платишь, и все, и оно, и пересекается. И он замолчал, едет потом, говорит, вы кто? И мы так, он за мной еще две недели ездил, чтобы отполировать машину, там, это крыло. А мне времени не было, и она вот как высохла, так и высохла. И так и ещут до сих пор. Вот, поэтому, это вот второй способ, когда ты дышишь блоки свои. Ну, то есть, за каждую ситуацию ты человека прощаешь прямо вот в моменте. Но это осознать очень, знаете, очень сложно, вот, не быть реактивным. Потому что, ну, вот, реакция, она первая идет, да, там, убью, там, или как-то это. А потом, и вот, вот эту реакцию надо продышать, и ты успокаиваешься, и потом ты можешь прощать. Если вытаскивать, да? Ты когда дышишь, они не возникают даже. Вот это стресс, он у тебя не застревает. Ты его раз, и вот этих блоков нет. Да, он дышит. Это вот продышать. Я хочу сказать. Третье, это как, дышать, да? Назову? Да, дышать. Третье, я на себе буду рассказывать, потому что запоминается легче, вот, ну, кейсами. Потом проходит какое-то время, и я уже, вроде, такой уже, типа, осознанный, там, уже узнаю. Вообще, каждая твоя заявка, что когда ты говоришь, я там, любящий, я осознанный, я там, какой-то там, вот, каждый раз тебя будут мир проверять. Тебе будут пинать подыхи, спрашивать, а так ты любящий еще? Да, то есть, тебя будут бить. И, 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 и главное, в общем, выдержать. Если ты выдержишь, потом пинки прекращаются. Когда ты сам поверишь, тогда бить перестают. И вот очередной раз, когда у меня эго, вот, нос поднялся, задрался. Вот кто за рулем, тот, понимаете же, да, что бывает день, когда тебя подрезают все. Да? И ты не можешь, ты вообще не поймешь, что случилось. Вот это первый признак того, что у тебя эго. Потому что это все бандоны один датанят. Чтобы ты только один умеешь плавать, а вот ездить остальные никто не может. Да, ты шумахер, а остальные как-то что-то, один медленно, второй быстро слишком. И, что я делаю? Я обычно или останавливаюсь, или еду дальше, но я дышу. И я начинаю осознавать ситуацию, из чего вот исходит моя вот эта гордыня. И откуда вот это раздражение. Как только я понимаю, откуда это раздражение, вот это все прекращается. Тебя никто не подрезает, тебя никуда, никто за тобой не гонится, там, ну, ничего такого нет. И тут я еду, дышу и не помогает. Я остановился, дышу, минут пять постояли, опять еду, не помогает. А мы ехали в Мегу с семьей, там, погулять, там, в Алмате, да. И приезжаем. Там можно садить. Да, да. И приезжаем в Мегу, и пошли в Харкесе есть эти коктейли молочные. Да, вкусный этот. И мы, я говорю, я пойду коктейли возьму, вы сидите там за столиком, я пошел за коктейлями, стою в очереди, и по мне едет детская коляска. Вот, всю дорогу я ехал, меня подрезали, а тут прям по мне едут. Это не на ногу наехали, прям по мне. То есть, вот здесь была колонна сзади, я вот так стою, да, девочка, она не могла проехать, вот, она не вмещалась как-то с коляской. И вместо того, чтобы попросить там отойти или как-то, она ничего лучшего не нашла, как наклонить коляску вбок, в сторону колонны, и поставить колеса мне на коленях вот сюда. И она по мне вот так проехала. И я, я же раздраженный, да, то есть, это же, ну, она же не знает, что я раздраженный. Я поворачиваюсь, а девочку никогда не били, то есть, ну, она вообще не понимает, ну, типа, она такая, ну, пропустите, на, она вот такая какая-то. А муж, который рядом, молодой, его, видать, бери. И у меня вот начинает этот, все уже, у меня вот начинает пара из ушей. Я стою и думаю, ну, это мудак. И все, я здесь целый стою, а ты тут, короче, какого хрена, ты со своей тележкой тут стоишь. И столько говна у меня внутри поднялось. Я его так материл про себя, этого мальчика. И вот, вот этот пик, вот этого говна, я же уже три года вел тренинг, я уже, ну, был типа такой, знаете, ну, не гуру, но типа осознанный. Там, или как проснувшийся, говорят, да? Да. И столько, мне самому противно было, потому что вот так-то. И в этот момент я вспоминаю хо-поно-поно, помните? Я говорю, спасибо тебе за то, что ты убираешь планету. И благодарю тебе за то, что ты там приехал из Заула и здесь за мной убираешь. Я благодарю тебя, и благодарю, благодарю, люблю, люблю. И вот это говно все осело. Это был третий раз, второй раз, когда я осознанно свою гордыню посадил. И это было, вот на вот это, хо-поно-поно, уровень, короче, уровень осознанности и здесь вот реактивность, он очень высокий здесь. Вот до этого дойти, это надо, ну, таких людей очень много. Это надо с собой постоянно работать. Вот это вот работает практически на всех. И самое интересное, что нас всех бьют, нас жизнь бьет вот по этому всех. И когда уровень осознанности врастает, ты знаешь, что вот здесь, здесь бьют слабее, здесь совсем почти не бьют.